Ой, и не знаю, стоит ли, конечно, это рассказывать историю. Всем привет! Это уже январский выпуск «Модели дневников». Как видите, мы с вами не попрощались, мы все так же продолжаем творить для вас прекрасный контент. И я хочу сказать, да мне только дошло, что это дороговой будет эпизод. Как, насколько быстро это все прошло, я прокручиваю в голове весь этот год, и, блин, мы типа так много всего сделали на самом деле. Да, да. Да, таких много каких-то вершинок. Да. На самом деле мы с Настей, по-моему, снимали в последний раз, это был как бы десятый эпизод или двадцатый? Тепло было. Двадцатый, это было лето, это было лето, кругица августа. Сейчас уже середина января это будет, это видео. За сорок эпизодов мы отсняли уже. Вообще, в принципе, цифра сорок. Сорок. Это, значит, внушительная цифра, да? Да, да, да. Она такая, знаешь, круглая и внушительная. Мы сегодня хотим вас немножко вдохновить, воодушевить. Как обычно. Как обычно, да, мы это продолжаем делать. Когда у вас есть место, куда вы можете прийти, вдохновиться, найти какие-нибудь идеи, это очень классно и здорово. И еще самое крутое, то, что то место, то есть каждый твой выпуск, они могут посмотреть где угодно. Да, в любой точке мира даже. А еще, если вы заметили, мы попытались сегодня немножко сместить нашу локацию. Она такая очень прям праздничная. Хотя уже Новый год прошел, но праздничное настроение вообще не должно пропадать в ней. Как-то елки стоят, нормально. Итак, сегодняшняя тема видео, это комплексы, проблемы моделей, когда они в подростковом возрасте. Да, с чем сталкиваются красивые люди. Хотя мы с мамой сегодня, кстати, обсуждали тот факт, что некрасивых людей нет. И каждый человек приходит к этой мысли в разном возрасте. Потому что для некоторых все равно кажется в какой-то момент, что вот этот вот красив, а этот не очень. Но все равно, когда начинаешь присматривать, ты понимаешь, что, блин, у всех есть какая-то вот изюминка, которая прям вау. Если ты так к этому относишься, то да, просто многие люди и у многих людей разное мнение. Понимаешь, и у каждого человека о ком-то складывается какое-то мнение, а чаще всего это сразу же облик. Кто как выглядит, и сразу типа, ну она не очень, она некрасивая. Хотя кто-то подумает, как ты, типа, блин, а у меня есть что-то интересное. И у таких людей же есть пара, они как-то друг друга находят. Поэтому действительно каждый красивый, посмотрим, просто не все это умеют оценить. Ну, наверное, каждая девочка, которая худенькая, высокая, она всегда в детстве комплексует. Ну, наверное, 90%. В школе я всегда была вообще самая низкая, там, в конце, в самом... Ну, тебе повезу. Где-то там. Ну, ты как бы знаешь, типа, всегда была лебедем, то есть, да, который, типа, туда-сюда. А кто-то вот как, возможно, я себя тоже так оцениваю, типа, гадкий утенок и лебедь, потому что я вижу, какая я была маленькая. Ну, действительно, очень странная кельца, очень худенькая такое. У меня всегда был обруч, наверное, все там, в 9 лет ходили с обручем вот так вот. Ну, я тоже, но я еще, я и сходила с косичками. Косички, там, вот это длинные волосы всю жизнь тебя всегда заплетают, маму так затекло просто. В свой адрес я часто слышала, типа, какие-то моменты, там, наши дуры выше всех, типа, жираф, там, вот такое было, было. Но это было, наверное, в самом таком раннем, вот, 10-11 лет, вот этот возраст. А вот уже 13-14 я уже начала себя преподносить чуть-чуть по-другому, типа. Я высокая, это классно. Да, да, вот я, наверное, нашла, в 13-14 лет нашла этот плюс, типа, что при своем росте и при своей комплекции я смотрюсь гармонично. И плюс я занималась танцами, билетом, это было очень красиво, худые руки, там, кисти, это все. Изящно это все. Да, да. Вообще у каждого человека есть какой-то этап взросления, когда в детстве ты супер-мега-милый, потом начинается этот подростковый период, когда... Странненький, да. Когда все мы такие немножко странненькие, и потом мы уже, там, превращаемся в красивые... Ну, я вот заметила, что действительно мир развивается, и все по-другому. Вот я смотрю на своего возраста детские фотографии, точнее, ну, своей жизни только, скажем так. И смотрю, мы сейчас работаем с большим количеством детей разных возрастов абсолютно. Ну, они как взрослые уже, маленькие взрослые. Ну, блин, извините, такие красотки некоторые, что, во-первых, ну, вообще никогда не поверю, что ей 12 или 13 лет, она на фотографиях, ну, реально фишн-диво, ну, очень красивая там. Сейчас все дети красивые, типа, нет каких-то прям супер, ну, некрасивых, то есть... А вот на мой тот, я помню, что мы все были не очень... Потому что мы не красились, у нас не было ценности как-то выглядеть супер-классно, у нас не было социальных сетей, у нас не было куда это транслировать, У нас не было места, где мы можем показать, какие мы классные, крутые, посмотреть на руки. Мы не думали, типа, это в школе, на улице, ну, типа, вконтакте там. Мы просто живем самой обычной какой-то жизни. Следующая, мне кажется, проблема, с которой сталкиваются, особенно в подростковом возрасте, это проблемная кожа. Особенно меня добивают люди, которые вот настолько нетактичны, что они постоянно говорят, ну, вот бы тебе сходить к косметологу, вот бы... А ты не пробовал там вот это, вот это. Я очень часто вижу, с каким презрением смотрят на людей, у которых проблемная кожа. Я тебе скажу, очень часто, я же, ну, каждый раз там к нам приходят на индивидуальный кастинг, мы общаемся, и я не стесняюсь вопроса, типа, ну, если я вижу, что у вас с кожей не все в порядке... Но это профессиональное. Да, да. А не просто когда... Ну, опять же, типа, я к тому, что кожа и, в принципе, лицо, это у модели самое, ну, по факту, важное. Это обложка, которая должна быть всегда идеальной, а все остальное, это еще одна причина. Почему я не хотела быть моделью? Потому что я не хочу следить за этим за все. Для многих это, наоборот, какой-то стимул быть моделью, потому что это классно, что у тебя в обязанностях это хорошо всегда выглядит. То есть у тебя нет возможности выглядеть плохо, потому что это твоя профессия, ты должен всегда... Это твоя работа, да. ...вот, красиво быть, радовать чужой глаз всегда. Конечно, конечно, радовать и свой глаз в первую очередь, потому что ты, как модель, должна от себя кайфовать. Она должна смотреть на свои фотографии и не искать недостатки, а говорить, вот это я красотка. Вот я недавно услышала очень интересную фразу о том, что красивых никогда не жалеют. И, к примеру, ну ты же красивая, тебе все сойдет. Ну, тебе же, ты же красивая, там, ну ничего, что ты, там, будешь тупая. И все время тебя, все твои остальные качества, их прибивают, и получается, что потом ты уже к этому комплименту относишься с опаской. Когда тебе говорят, что ты красивая, ты начинаешь, блин, ну неужели других качеств у меня нет? Или уже не можешь понять, это правда или растет какой-то, потому что часто говорят и с негативной стороны, и как бы вроде искренне хорошо, и ты такой не понимаешь, и уже теряешься. У меня вот была похожа, наверное, ситуация, когда я начала участвовать именно уже активно в модельной сфере, я уже подписала контракт, у меня были конкурсы красоты. И в свою сторону я начала там слышать, когда захожу там в аудиторию, там, преподавательница такая говорит, ой, королева красоты, зашла. Но она говорила это с таким... Ну, гордостью за тебя, наверное. Нет, у нее такое было презрение в голосе. Типа надо было учиться, а не на конкурсах. Ну, вот такое, хотя по факту я отличница, я всегда училась на одни пятерки, и ну как бы меня это вообще не должно было коснуться, но оно меня всегда касалось. И к тому, что никогда нет никакого сострадания в сторону, то есть если даже у тебя вот что-то не получается, что-то не этот... Все думают, что, ну, у тебя все и так хорошо сложится. Вот, то есть типа за счет какой-то картинки, вот какой у тебя есть, да, ты всегда, ну, проедешь, прокатишь. Ой, и не знаю, стоит ли, конечно, это рассказывать историю, но это реально, парни, пожалуйста, не делайте так. Пишет человек, ну, просто знакомый, и говорит о том, что вот там будет концерт, не хочешь со мной сходить, а то, как бы, никого красивого нету, ну, как фон. Ну, правда, одни вопросы. Не, ну, это прям вообще, я такой первый раз вообще слышу, это ты меня только сушу. Есть красивая картинка, все, ты подходишь, молодец. И не важно, там, насколько сильно ты стараешься. Ну, это вообще, это такое обесцениваемое просто. Я считаю просто, что большинство красивых... Почему говорят, что модели глупые? Потому что они обесценивают их знания, их таланты. Хотя среди моделей, вот если почитать биографию, все, сколько талантливых людей. У меня несколько раз в жизни складывались ситуации, что я была красивой подружкой моей подружки. То есть, когда назвали гулять, если я, например, не могу пойти, типа, с ней не гуляли. Только гуляли, когда я была. Но когда мы все вместе, мы общаемся, и никто ни к друг другу никаких знаков внимания не дает. А меня нет, типа... Какое интересное, запутанное место. И такое было, ну, действительно, несколько раз. Вот, и в подростковом возрасте, там, лет 16-17 у меня такое было. И вот, наверное, уже, ну, в созначенном, лет 21 тоже такое было. Мне почему-то казалось, что наоборот, ну, почему-то тоже есть такой стереотип, что у красивой подружки есть некрасивая подружка. Да, а тут наоборот. У людей есть мнение о том, что с красивыми, у красивых, хороший круг общения. Да, 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 есть такое дело. И вот, что, ну, не знаю, почему вдруг у людей возникло такое мнение, и что если с нами тусоваться, это круто. Ну, знаешь, в принципе, всегда... С нами подружиться, круто. Конечно, там, пойти на какую-то там встречу с кем-то, потому что ты туда сам, например, не попадешь. Ну, это очень часто такое бывает, но тут мы, в принципе, живем в таком мире, где взаимовыгода идет, типа, от друг друга. Только кто-то дает ее искренне и отдает, а кто-то забирает и больше, ну, ничего, естественно, взамен не дает. Не знаю, мне в этом плане повезло. У меня все красивые подружки. У меня реально все красивые. У меня просто это странно, ну, как минимум, со стороны ребят, наверное. Вот мы сегодня так вот разговаривали про мужское. Благодаря поездкам я поняла, какую я хочу семью, потому что у меня были ситуации, когда я после работы не хотела возвращаться домой. Я хотела работать сутками напролет, я хотела еще куда-то сходить, лишь бы не идти домой и не слушать чьи-то кости. Я очень, ну, коммуникабельный человек, и у меня, в принципе, никогда ни с кем не было конфликтов, вот ни разу. Но другие девочки, они же, ну, не все такие коммуникабельные, и у других были ссоры, а я не хотела даже слушать эти ссоры, потому что я только захожу в квартиру и слышу этот гул, ты не поставила туда масла, ты меня вообще бесишь, а ты меня вообще то, вообще не уживаемся, ну, расходимся и все. Ну, то есть одни крики оры, а когда у меня была вот крайняя поездка именно с девочками, с которыми мы уже были знакомы, и с пчелкой вы видели, знакомы были, и с Милей, в общем, я показывала очень много раз уже в своих и сторис, и видео, и везде. Вот когда вот такой вот трепет, едешь ты домой, и ты думаешь, боже, я сейчас встречусь с моими любимыми людьми, мы сейчас будем пить чай, обсуждать, какая была работа, и приезжаешь домой, и дома уют, и неважно, какая у тебя была плохая работа, мне бы хотелось такую семью, ну, в принципе, она у меня такая есть, да, что неважно, что произойдет мне дома, когда я прихожу домой, я чувствую, что мне здесь комфортно, мне здесь уютно, мне хочется здесь быть. У меня в поездке еще одна, я вспомнила сейчас одну ситуацию, я приехала в первую поездку, это был первый курс, там познакомились с нынешней моей подругой, которая сейчас лучшая моя подруга, мы там познакомились, и я к ней, типа, так, она мне показалась цыганкой, короче, какой-то, я думаю, не хочу точно с ней жить, типа, там все дела, и Лиза, привет! Вот, короче, и так получилось, что мы с моей подругой, к которой мы приехали, остались вдвоем, и это Лиза, и осталась одна комната на троих, и понимаешь, как бы мы же, ну, получается, что мы будем сейчас жить вместе, а мне моя подруга говорит, с которой мы приехали, да, она вроде хорошая девочка, давай, сейчас дружимся туда-сюда, но мы заезжаем, я носом крючу, хожу, хотя я никогда не говорю свою фену, типа, ну, я и сильно и не показывала его, думаю, ну, стерпится, слюбится, знаешь, как бы, вот, и в итоге, через два дня, мы сдвигаем, у нас более так вот три кровати, мы сдвигаем в горовать, и все, и мы, ну, просто в первых людей, как мы только познакомились, мы вообще сдружились, мы, а потом так еще оказалось, что мы в одной академии учились, она в моей общаге живет, мы там друг в дружке ходили пару раз, а потом мы вместе начали прям жить. Когда я приехала в Китай в первую поездку, когда я приехала, получилось так, что там была одна огромная кровать, и мне приходилось жить с какой-то девочкой, и, ну, сейчас Лера, мы с ней очень хорошо поладили, но я вспомнила просто эту ситуацию, потому что она была похожа на твою, что мне пришлось, я вообще всегда сплю сама, принцесса, королева своей кровати, и тут я приезжаю, мне нужно спать, ну, она тоже в этом штыки восприняла, но я ее прекрасно понимаю, потому что, ну, мы вообще не знакомы, и как, а вдруг я там, не знаю, пинаюсь ночью, сильно ворчу, а потом мы вот настолько начали вот общаться и сдружились, и что для нас это было потом в радость, что мы там на одной большой кровати спим, а не там с кем-то там другим, с кем мы не так сильно, например, сдружились, вот поэтому, да, есть такие всегда моменты, но это все равно опыт, это классно, ну, просто вы даже не бойтесь этих первых поездок, ну, это просто для всех всегда так волнительно, а как я буду жить? Ну, не для всех, есть, типа, люди делятся на два типа, да, которые там, да, я все смогу, я все сделаю, я все смогу, но все равно есть такая вот, не то чтобы волнительность, но вот ожидание, типа, вот, а что будет, а как, а где там? И это прям вот первая поездка, это самое, то, что нужно прям вот прям ценить, 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 никогда не забывать. Сегодня мы разговаривали о многих каких-то своих воспоминаниях, то есть мы чуть-чуть поделились частичкой своих жизненных путей, жизненного пути нашего, частичкой себя, и хотим, естественно, еще раз подытожить момент конкуренции и момент самооценки своей, самоанализа. Будьте, как я всегда говорю, что-то... Проснулись, 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 сказали, что я самая красивая, это в первую очередь, в любом случае. Когда смотрите свои кадры или свои какие-то там сторисы, видео, не... Не ищите изъяны. Да, не будьте сильно самокритичны к себе, потому что... Народятся люди, которые сделают это за вас, не переживайте. Это да, это сто процентов. В общем, не ищите изъяны, а ищите свои достоинства, плюсы и... Изюминки, магнитики, как и сегодня Настя говорила. Я вот вам скажу, всегда комплексовала из-за своего носа. Вот, пожалуйста, смотрите, смотрите, смотрите. Он прекрасен! Ну, это человек говорит, что он прекрасен, и я так тоже теперь думаю. Так что, Катюша, у нас человек, который... Раздает своим комплименты. Раздает комплименты и говорит нереально приятные слова. Но я правда говорю, это искренне. Вот. И я хочу, чтобы у вас был всегда человек, который точно так же говорит вам какие-то приятности. Искренне, да. А если нет, то пишите мне, я вам всем расскажу. Да, мы вас очень сильно любим. До самых скорых встреч. Я надеюсь, что вы были рады нас видеть, и мы рады вас видеть, и слышать, и читать. И всем рады. Давай сердечко, как обычно, по нашей традиции. И большое. И большое. Все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok